Американская мечта стала реальностью. Где украинке найти хорошую работу с зарплатой? Может делать 80 тысяч долларов в год. А под какими предложениями скрываются порно-вакансии? Мне звонят просто, говорят, привет, Аня, приходи. Абзац в Голливуде. Посмотреть в глаза, потрогать живот. Животик разрывается. Заглянуть во внутренности. Она уже начинает гнить. Как выбрать соленую рыбу, которой вы не отравитесь? Полоски позеленили. Это означает, что рыба плохая и ее точно употреблять нельзя. 150 долларов платят за один день съемок актеру массовки в голливудском кино. За второстепенную роль уже от 800 долларов в день. Это выяснила Аня Алицкая. Прямо сейчас она в Голливуде и собирается рассказать, как украинцы могут найти себе там работу на киностудии и, без шуток, стать звездой. Ну что, иду показать себя Голливуду. Вдруг повезет, как Натали Портман и какой-то скаут заметит прямо на улице. А-а-а! Я в Голливуде! Я точно здесь должна встретить какую-нибудь голливудскую звезду. А пока я на Аллее Славы. Все, что вижу, это такие маленькие звездочки. Здесь их около двух тысяч. Но вот мой любимый, конечно же, Мэтью МакКоннахи. Вот. Кто здесь еще есть? Вот, например, звезда Шреку. Звезды здесь присуждаются совершенно в разных направлениях. Театр, кино, музыка, радио и телевидение. За каждую звезду здесь платят 25 тысяч долларов. И только торговая палата Калифорнии решает, кому из селебритис присуждать такую звезду. Вот, например, одна из несуществующих звезд. И все просто кишит туристами. А буквально через пару минут ко мне подходит женщина и пытается продать за 5 долларов свои диски. Могу посмотреть? Это действительно вы? Да уж, все пытаются заработать. На Аллее Славы сразу тебе вот фотография якобы со звездой. Один доллар. Но этот герой просто покорил мое сердце. Это Джеку Ю? Нет, Джеку Ю. Джек, Джеку Ю. Джеку Ю. Вот, Джек Воробей знает украинский язык. Это очень приятно. Правда ведь? Спасибо. Приятности ждали меня буквально на каждом шагу. Мне нравится ваш образ. Да, спасибо большое. А я здесь получаю просто кучу комплиментов. Чувствую, мне нужно здесь оставаться. Вы могли бы здесь быть моделью. Да, круто. Так я ради этого сюда и приехала. Теперь бы как-то зацепиться. Отправляюсь туда, где живут самые богатые и знаменитые. Например, Мик Джаггер, Ким Кардашьян, Дэми Мур, Эштон Катчер, Микки Рурк и Стивен Спилберг. Я в самом престижном районе Лос-Анджелеса, Беверли-Хиллз. Здесь только дома стоят минимум 10 миллионов долларов. Наверняка здесь где-то есть целая Бритис. Пойду-ка посмотрю. Здесь, конечно, просто идеальная чистота. Но посмотрите, как безлюдно. Об общественном транспорте в Беверли-Хиллзе и речи быть не может. Все здесь на крутых тачках, а кто и не на машине, просто берут в аренду. А вот пешеходы, ну вот такие, как я, здесь вообще нонсенс. Но раз уж я здесь, даже если и без тачки, все равно пройдусь по окрестностям мимо дорогих палаццо. Возле каждого особняка есть специальный проезд с мусорными баками. В фасадной части ты мусора вообще не увидишь. У каждого особняка есть свой собственный мусорный бак. Вот такой вот зелененький, где в основном какие-то органические продукты выбрасывают. Лисья, ветки, всякое такое. А здесь то, что еще может перерабатываться. Пластик, стекло, recycle. То есть все отделено по цвету и, можно сказать, мусорный бак именной. Таким образом, мусоровоз сюда заезжает и забирает весь мусор. И никто этого не видит и не слышит. Мне кажется, это очень удобно. Единственный недостаток Беверли-Хиллз – это дороговизна жилья. Чтобы проверить, действительно ли эти особняки под таким сумасшедшим ценам, я нашла сайт продажи недвижимости. Так, вводим адрес. Значит, номер 529 и номер улицы, название улицы. Открываем. Итак, та-да-да-да-дам! 8 миллионов долларов стоит этот особняк. Особнячок, маленький. У меня шок. Да уж, киевская Конча-Заспа, где дома такого размера не более миллиона долларов, и рядом не стояло. А вот тоже такой вот, вроде обычный, с виду домик двухэтажный. Вводим. 523 номер. Проверяем. 9 миллионов долларов. Ну как? Ну за что? Ну правда? Но с безопасностью и приватностью здесь, конечно, проблем нет. Практически возле каждого особняка установлены вот такие вот высокие заборы с целью скрыть свое жилье от лишних общественных глаз. Вообще заходить сюда на территорию нельзя, они сразу могут вызвать полицию. Вот это вот уже частная собственность, вот это еще нет. Здесь очень опасно, здесь за минуту может приехать полиция и сразу же спросить, что вы здесь делаете и что вам нужно. Почти каждый особняк под семью печатями. Значит, вот забор из листьев, следующий забор из пальм и еще один забор железный. С ума сойти, вот это вот они охраняют свою частную собственность. Думаю, так могут баррикадироваться только звезды. А вот, кстати, отсюда выезжает Мерин. Может быть это Джонни Депп. Но я его увижу только через стекло его автомобиля. Нет, это не Джонни Депп. Это не Джонни Депп. Это обычный Беверли Хиллсмен, который живет в таком крутом особняке за 15 миллионов долларов. Вот они, олигархи местные. Мне повезло. Да здесь не то, что познакомиться. Даже увидеть кого-то нереально. Такое впечатление, что весь Беверли Хиллс вымер. Ни одного человека. Возле дома тоже никого нет. То есть найти здесь кого-то вообще невозможно. Спросить дорогу нельзя. Отправляюсь на самый фэбилос стрит Беверли Хиллс. Ммм, здесь пахнет парфюмами даже на улице. На улицах только туристы. Загляну-ка в самый дорогой магазин в мире иранца Поксада Биджан. Клиентами которого являются не только голливудские звезды, но и мировые политики. Рядом такой желтый припаркованный Роллс-Ройс, на который все обращают внимание, фотографируются. Ну а вот собственный магазин. Попасть сюда можно только по записи. А быть клиентом Биджан не менее престижно, чем появиться в списке Форбс. Сразу же можно увидеть фотографии президента Обамы с женой. То есть они являются клиентами этого магазина. И хоть съемку мне не разрешили, я все равно вам все тут покажу. Внутри настоящий мужской рай. Желтый цвет визит Кобиджан. Как же здесь все чопорно. Крокодиловые куртки, вельветовые пиджаки, одеколон за сотни тысяч долларов. А у вас есть клиенты из Украины? Со всего мира. И с Украины в том числе. Это украинские политики? Да. Серьезно? А какая стоимость мужского костюма? От 12 до 40 тысяч долларов. Ну, исходя из последних деклараций наших нардепов, я даже не сомневаюсь, что такой костюмчик им вполне по карману. Идем дальше. На Родео здесь, оказывается, можно сделать не только шопинг, но и пластику. Например, фэшел пластик. Сразу вот где-то здесь находится клиника. То есть так себе шопился, шопился, а потом решил, а что-то нужно подтянуть. Сейчас я схожу подтянуть. А как насчет поесть на Родео Драйв? Значит, есть здесь ланчи. Вот суп стоит 11 долларов. Сэндвич 15 долларов. Картошка фри 9 долларов. Самое дорогое блюдо – это филе миньо. 42 доллара. Я, пожалуй, поголодаю. Лишние килограммы, когда хочется зацепиться в Лос-Анджелесе, не нужны. А помните фильм «Красотка»? Вот именно в этом отеле снимались главные кадры и первая сцена, когда Ричард Гир повстречал девушку легкого поведения, которую сыграла Джулия Робертс. Но ни звезд, ни агентов на горизонте не просматривается. Ладно, имеется еще одна идея. Недалеко от Голливуда есть ночной клуб, владельцем которого до недавно являлся Джонни Депп. Извините, а я могу увидеть здесь Джонни Деппа? Нет. Джонни Деппа здесь уже не встретишь. А еще в 93-м году он являлся совладельцем клуба «Wiper Room», который здесь находится на Sunset Strip. Что ж, сейчас этот клуб не так уж и популярен. Но кто это? Прямо возле клуба ко мне подходит мужчина с предложением. Какое же интересное предложение нашей Ане сделали прямо возле бывшего клуба Джонни Деппа? Это вы узнаете уже через несколько минут. Успеет ли Аня Алицкая за три часа в Лас-Вегасе выйти замуж? Добрый вечер, мы хотим пожениться. И выиграть 10 тысяч долларов в казино. Я кладу один доллар. Абзац в городе грехов. Вот так заканчиваются вечеринки в Лас-Вегасе. Шаг первый. Купить диплом косметолога. Монет, сикавыть, мезотерапия. 460 рублей. Шаг второй. Найти работу. А сертификаты можно будет, да, все что-то есть? Конечно, можно. Как же потом, придя в салон, не нарваться на такого косметолога? Человек может просто умереть, да? Скандальное расследование в Абзаце. Аня Алицкая продолжает покорять Голливуд. Удастся ли ей сорвать джекпот в одном из казино Лас-Вегаса, а также найти там, в городе греха, мужа миллионера? И какую же работу журналистки Абзаца предложили в Лос-Анджелесе за 15 долларов в час? А что за работу вы предлагаете? В качестве хостеса. А, 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 а где? А вот рядом ресторан. Ага, окей. Меня только что пригласили на работу, во всяком случае пройти собеседование в качестве хостес, заведение, которое называется Sunset. И сказали, что вечером здесь собирается большое количество селебритис. Пойду, в общем-то, попробую, узнаю, что за условия и сколько платят. Отправляюсь в назначенное место. А действительно к вам приходят сюда знаменитости? Ну, конечно. Это самый известный ресторан Голливуда. А какой гонорар? 15 долларов в час. Вот такое быстрое собеседование. Так вот просто на улице в Голливуде я нашла себе работу в качестве хостес. Но единственное, что начать вот сегодняшнего или завтрашнего дня нельзя только через неделю. И мне звонят просто, говорят, привет, Аня, приходи. Но не буду обольщаться. Меня даже не спросили, есть ли рабочая виза. А я теперь в курсе, что нелегалы могут получать в час максимум... 5-7 долларов. А если больше? Может быть не так. Если ты симпатичная девушка, нелегал, тебе предлагают 15 долларов в час, я бы задумался, что на самом деле тебе предлагают что-то другое. Просто элементарно. Сексуальные услуги клиентов. Я пас. Но за короткий срок пребывания в Лос-Анджелесе серьезную подработку не найти. Тем более по туристической визе. Чтобы немного отвлечься от переживаний, отправляюсь к океану. Я на берегу Тихого океана в Санта-Монике. Это просто сумасшедшая здесь атмосфера. И сумасшедший воздух. Очень свежо. На самом деле сюда приезжают за хорошей погодой. Потому что в Лос-Анджелесе всегда очень жарко. А здесь действительно свежо. Кстати, здесь рай не только для туристов. В Санта-Монике можно заметить большое количество бездомных. На самом деле для них здесь лакшери условия. Значит, трава, океан, свежий воздух. Еще масса туристов. Они здесь достаточно много, так скажем, зарабатывают. Вот. Ну и вот спят прямо вот так вот на траве. Быть на Санта-Монике и не попробовать, какая здесь вода, я не могу. Иду в океан. Честно, вода здесь очень холодная и грязная. Но серфингисты и дети купаются. Если район Санта-Моники – это мекка любителей серфинга, то Венис – богемный район Лос-Анджелеса, переполненный творческой интеллигенцией. Я в районе 70-х. Называется Венис-Бич, где самопопулярная марихуана, скейтбордисты и хипстеры. Я сегодня не под расходу. В Венис царит атмосфера праздника, а воздух весь пропитан запахом марихуаны, которую приобрести может любой. Марихуана здесь легально, и врач может поставить такой диагноз, чтобы ее употреблять, да? Ну, конечно. И причем диагноз может быть абсолютно любой. Начинает бессонница, элементарные боли в спине, зубной боли. Сколько здесь стоит марихуана? Двух долларов можно купить грамм. Неужели и правда легко смогу купить марихуану? Снимать это не получится. Но все-таки зайду в так называемый медпункт. Попробую добыть у врача правильный диагноз. Ну вот, получила вот такую вот карточку, которая позволяет мне здесь покупать марихуану. Здесь все легально. Эта карточка стоит 40 долларов. Тебе просто выписывают диагноз, что у тебя стресс или депрессия, и тебе просто нужны по здоровью наркотики. Я этого делать не буду. Ну, кто знает. Но пока я в Америке, надо оторваться по полной. Поэтому вместе с другом-продюсером Женей отправляемся машиной в город грехов Лас-Вегас. А вдруг вернусь в Киев с миллионом или мужем? От Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса 435 километров. Это 4 часа езды. Ну, максимум 5. Оказалось, не все так просто. Трафик в Лос-Анджелесе просто сумасшедший. Здесь все стоит. Невозможно даже продвинуться. Это займет, я думаю, часов в 6. Час пик. Это со скольки часов? Ну, утром это с 8 до 10. И между 4 семьями. Здесь огромные развязки. Масса машин. У каждой семьи по 3-4 машины. Правда, есть отдельная полоса, которая позволяет ехать почти без пробок. Но только для тех машин, где в салоне находится минимум 2 человека. Вместо того, чтобы 2 человека ездили в 2 машинах в 1, то они разгружают трафик и быстрее добираются. Наш путь оказался долгим. Ну, такое впечатление, что я лечу на самолете, потому что ужасно закладывает уши. Это вообще очень странное ощущение. То ли ты под водой, то ли ты где-то высоко в воздухе. Почему так происходит, Жень? Часть нашего пути, даже пустынной, лежит в Тоскогоре. Передохнуть мы остановились в любимом ресторане Элвиса Пресли. Я сейчас просто в легендарном ресторане, который находится буквально на трассе между Лос-Анджелесом и Лас-Вегасом. Здесь, можно сказать, время остановилось в 50-х. Это тот ресторан, где когда-то был Элвис Пресли, группа The Beatles. Ну, очень необычно. Здесь даже официанты, какие-то вот из того времени люди. И это невероятно, действительно, как в американском кино. Здесь даже меню 50-х. Заказываю самое популярное блюдо. Я так понимаю, что это и есть те самые легендарные огурцы в кляре. О, боже мой, я такого никогда в жизни не ела. Соленые огурцы в кляре, они горячие. И пахнут они американским фаст-фудом. Итак, поехали. Это очень горячо. Огурцы похожи на мясо горячее. Ммм, очень вкусно. Заказываем еще. С этого кафе начались приключения в Лас-Вегасе. Ну что, я после знаменитых фонтанов Беладжо. В Лас-Вегасе реклама есть вот всего. Каких-то ресторанов, сериалов. Тут просто такая вот площадка для рекламы. Лас-Вегас это то место, где есть не только ночные клубы, но и дневные клубы. Больше зарабатывают на всем. Но основной источник дохода города – это, конечно, азартные игры. Здесь более сотни казино и десятки фашинабельных отелей. Жень, какая стоимость минимальная и максимальная вот здесь вот в отелях в Лас-Вегасе? Ну, считаю, со 100 баксов до 1000 долларов за комнату. То есть номер может стоить 50 долларов, но плюс налог, и в итоге получается 100 долларов, да? Правда, есть варианты и бесплатного жилья. Опять же, есть это Уэл. Что такое Уэл? Человек, который много тратит в казино, который играет на сотни тысяч или на миллионы, им дают бесплатные, великолепные, роскошные номера, команду людей, бесплатную парковку для их самолета, лимузины за счет отеля. Конечно, я не Уэл, но все же мне удается проникнуть в один из крутых отельных номеров. Вот такие вот номера здесь стоят 70 долларов плюс налог, и в итоге получается 100 долларов за сутки с таким шикарным видом на весь Лас-Вегас. Прямо захотелось здесь остаться, но я уже запланировала экскурсию на знаменитую улицу Стрип. Как и в каждом казино, съемка, конечно же, запрещена. Можно снимать только себя. То есть, в принципе, могут отобрать телефон и встелить все видео, ну, буквально за один момент. Поэтому я снимаю очень-очень тайно. Здесь настоящий футуристический парк развлечений со всемирными копиями. Ну что, я в одной из частей Лас-Вегаса, это Париж. Здесь есть Эйфелевая башня, здесь есть Кабаре, где тебе наливают шампанское. Весь Лас-Вегас основан как бы на эффекте гипноза. И на том, чтобы найти ту крошечную маленькую вещь, которую ты обожаешь. Здесь есть летающие орлы, здесь есть зубры, у тебя есть любимые сериалы. И вдруг Вегас тебя ловит, тебя на твоих лесах, на эту маленькую легкую штучку, это раз. Думаешь, а это знак, именно поэтому я могу выиграть. Вы только посмотрите на основную возрастную категорию игроков. Я чувствую, что моего возраста действительно мало, в основном это пожилые люди. Ему лет 70, и он все, играет, 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 играет. Но главное, Вегас не только для богачей, тут развлечений на любой карман. Здесь есть машины, которые играют за центры. То есть один центр? Один центр, пять центров, двадцать пять центров. А выиграть можно, ну там, пятьдесят долларов, да, к примеру? Ну, который играет цент, может даже выиграть прогрессивный джекпот. Шанс тот же, как и в лотерее. Ты видишь, циферка бежит, тебе нужна определенная комбинация. Здесь стоит играть один цент, выиграть можно максимально десять тысяч долларов. Ну что, испытаю судьбу? Я кладу один доллар сюда. Я надеюсь, что я выиграю хоть что-то. Поехали. У нас, давай будем считать, здесь две игры по 50. И у тебя пошло-пошло-пошло-погрессивный джекпот. А ты уже сыграла, все, ты проиграла. В смысле, так быстро? Все. Буквально прошло три секунды, вставил деньги, нажал кредит, и все, и ты проиграл. То есть новичкам везет не всегда, и одного доллара мало. Поэтому я решила вовремя остановиться. А вот выйти замуж рискну. Говорят, в Вегасе может заключить брак любой желающий и в любое время суток. Я сейчас возле Wedding Chapels. Это означает места, где действительно можно заключить брак всего лишь за 80-100 долларов. Но что это? Все Wedding Chapels закрыты. В общем-то, вот хочется выйти замуж, а в 2 часа ночи все закрыто. Обман. Обман. Вот это вот, вот это шок для меня, потому что здесь автоответчик, то есть тут нужно замуж выходить на трезвую голову. И днем. Это только показывают в фильмах. Подскажите, а есть где-то свадебные часовни, которые работают? А вот попробуйте сюда зайти. Аллилуйя! По-моему, открыто. Добрый вечер. Мы хотим пожениться. Это возможно сейчас? Есть только один способ. Какой? Вы платите 250 долларов, и мы поженим вас за полчаса. Но только нужно вызвать священника. Он сейчас дома. Единственный Wedding Chapel мы нашли в кубинском отеле. На утро мы забираем документы в кортхаус. И все легально. Вы меня поздравили? Ну честно, к такой особенной церемонии нужно готовиться. И мое короткое черное платье с декольте явно не в тему. Поэтому приеду выходить сюда замуж в следующий раз. И в свадебном платье от Веры Ванг. А пока в ресторан. Вы думаете, здесь все в Лас-Вегасе сидят в ресторанах, питаются устрицами, кальмарами, крабами? Нет. На самом деле здесь в 2 часа ночи заказывают пиццу. И вот буквально вот так вот на парапете сидят и едят напротив прекрасного вида. Я, конечно, не исключение. Становлюсь в очередь. За 6 долларов мы получаем вот такой вот один большой кусок пиццы. Он огромный просто. И можно наесть на целую неделю. Да, я буду пробовать в 3 часа ночи есть эту пиццу в Лас-Вегасе. Потому что это делают здесь все. Вот, вот. Проиграть доллар, одной ногой побывать в браке и пополнить свои 50 килограмм еще одним. И это все, что я успела за 3 часа в Лас-Вегасе. А что могло бы быть за сутки? Вот так заканчиваются вечеринки в Лас-Вегасе. У меня в руках селедка, которую вы покупаете в маркете или на обычных раскладках. Но что, если я вам скажу, что съев вот эту вот соленую рыбу, вы точно отравитесь? Оказывается, всего по трём внешним признакам можно на глаз определить некачественную селедку. Наш Саша Джусупов сейчас расскажет, на какие части тела рыбы нужно обратить обязательное внимание. А также научит вас, как с помощью лакмусовой бумаги определить тухлятину, а с помощью яйца качество маринада. Для начала я решил проехаться по столичным рынкам и супермаркетам. Моя цель – купить несколько видов соленой рыбки. Это с пряностями, это без. Ага. А что за пряностями там? Нет, там оно не острое. Чуть-чуть так пряностей чувствуется. Давно засадывалась? Ну, я не знаю давно, но мы не привезли сегодня. Сегодняшняя, да? Свежая. Ну, сегодня открыла мидерочку. Честно, любите, это хорошая. Давайте. Вообще, я угманю эти комусти. А, да. Ничего себе, заявочка. Покупаю кильку на свой страх и риск. На очереди селедка. Свежая на вас, да? Могу кавить, а приедет еще. Это мы еще посмотрим. А пока иду за скумбрией в супермаркет. Вот так, пряность. И веш-моточки золи с духляными травами. То, что мне нужно. Рыбный набор для экспертизы собран. Ну что, несу купленную рыбку на оценку эксперту. У нас на столе три вида соленых рыб. Селедка, килька и скумбрия. Вместе с пищевым технологом Еленой мы узнаем, безвредна ли она и как правильно выбрать засоленную рыбу. На что обращать внимание? Ну, конечно, на отсутствие вот в данном случае вот таких разводов. Ну, это говорит о том, что сельдь определенное время хранилась без тузлука, без рассола. И пошло уже окисление жиров. А это очень нежелательно и очень токсично, по большому счету, для организма. А вот Наталья на это внимание не обратила. Начала подниматься температура, тошноты. То есть все признаки отравления. Меня, в частности, забрали в больницу. По состоянию анализов моих было понятно, что это было отравление вот именно селедкой. На лечение Наташа потратила полторы тысячи гривен. А придя на рынок, где купила злосчастную рыбу, услышала от продавца. Что они изготавливают все по своей технологии, что все проходит качественный отбор, что это не может быть. Чтобы вы, не дай бог, не повторили печальный опыт Наташи, При покупке внимательно смотрите на живот селедки. Он должен быть голубоватого оттенка. Если рыба с тонкой спиной и разваливается, знайте, она уже подпорченная. А если глаза, жабры или внутренности черного цвета, это означает... Либо она изначально уже испортилась, либо она испортилась в процессе реализации. Возможно, подмешали. Выбирая кельку, на что смотрим внимание, необходимо понимать, что она очень быстро созревает, эта рыба. Целый животик, потому что, когда она перезревает, начальная стадия оптолиза или порчи, животик разрывается. Вот мягкий такой, вот видите, вот уже все, она уже начинает гнить. Бесервы содержат определенное количество добавок для сохранения. То есть они не могут храниться без добавок. Да, это бензойная кислая натрия, сорбиновая кислота и для усиления вкуса глютамат. Бесервы я бы не рекомендовала там больше, чем раз в месяц. Глютамат натрия, который обозначается в составе как Е621... Он не рекомендовался, вот еще лет там 20 назад, не рекомендовался детям для употребления. Сегодня не имеет никаких ограничений в использовании. Алдокологические заболевания, это может влиять вот к бензойной кислой натрии и глютамат, большое потребление, на эмбриональное развитие, эмбриотоксическое, там, генетическое развитие. Естественно, эти все добавки влияют. Глютамат, он как бы привязывает. Так что же там с купленной мною рыбой? Самой хорошей оказалась килька. Менее легендный продукт. На втором месте селедка. А вот самыми вредными оказались скумбрия в пластиковой банке. Как же выбрать селедку и не попасть в инфекционное отделение? И как в домашних условиях проверить, испорчена рыба или нет? Для моего эксперимента я прикупил три селедки на разных рынках. Сейчас я покажу, как обезопасить себя от рыбного отравления. Берем обычную лакмусовую бумагу и прикладываем к ребешке. Ждем 30 секунд. Полоски позеленили. Это означает, что рыба плохая и ее точно употреблять нельзя. У нее уже начался распад белков. А это значит... Произошло окисление жиров. Это, ну вот, как попадает небольшое количество яда в организм. Если бумага оранжевая, рыбу можно есть. Из трех купленных в мою селедок одна оказалась тухлой, вторая на стадии разложения, а вот третья съедобная. Я решил втереться в доверие к продавцам селедки и выяснить, как они засаливают свою рыбку и откуда вообще ее берут. А тем временем попросил своего коллегу Артема Шелкового проверить, какую рыбу украинцы покупают на рынках. У меня в тазике лежит рыбка, роскошная, селедочка. Таким товаром не стыдно и поторговать. Проверю, почуют ли неладные покупатели. Рассол засолил, осталось... Перец и лавровый лист. Сельдь готова. Ищу подходящее местечко для продажи. Здравствуйте. А можно тут беля вас пристроиться на пару хвилин, поторговать быстренько? Давай. Да, можно? Все, посыби вам большое. Не гонят? Это хорошо? Пора отбить у конкурентов покупателей. Мужчина, покупайте селедочку хорошую. 20 гривен за штучку. Селедочку покупаем, ребят. Мужчина, селедка до дома не надо? Не, ну хорошая. Я же в другом. Здрасте. Почему селедка? Селедка, ну дивите, тут лага каждой. За 20 гривен штучка отдам. Вы задумались? Возвращайтесь. Утром селедка, вечером водка. Хорошая девушка. Мою селедку из-под полы никто купить не решается. Сашка, как у тебя дела? Ну, как тебе сказать? Меня, Артем, сразу за конкурента приняли. Там у меня рыбки чуть осталось. Можно возле вас встать продать? Возвращайтесь. 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 На своей вы земле или нет, но документы у вас должны быть. Скажите свою рыбу тоді. Звідки вона? З Волинської бази. Ви сами висуруете її? Нет, я беру по документам. По каким документам? З Волинської бази. Ага, и возите. Да, да. Вона не пропала, что нормальная рыба у вас? Нет, не пропала, что у меня рыба. А, че? Нет. Да. З землею вы это продаете, да? Да, ты хочешь? А ты отпустят, хочу откуда продавать. Мда, у меня торговля уже идет полным ходом. Селедочку не хочете, дешево. Все, отдам за 50 гривень. Тут каждая весит по 350 грамм. Хорошая, слабосолена. Вот, под Вычгородом у нас база. Одну за 15 отдам. Спасибо большое. А у нас слабосолена. Вот, там, перец, соль, все. Водичка. Все, спасибо, на здоровье. Так, первая селедочка ушла, а документы на рыбу никто не попросил. Покупают и даже не интересуются, откуда у меня эта селедка. Интересно, а вот меня, босс рынка, уверяет, документы у всех есть. Вот только показывать их никто не будет. Но лично мне хватило и этого стремного ведра, в котором рыбка хранится. К мне танцы приходят. Проверяешь? Конечно. А у вас еду? Да, еду. Так покажите, пожалуйста. У нее есть. А где? Я не хочу показать тебе, бачишь, их не хочешь? О, а это селедочка берите. Хорошая. Откуда она? Откуда? С Подвижгорода, там база. Солим сами. Хорошая, слабосолена, вкусная. Воняет? Да не, ну что же она воняет? Свежая. Берите. За 15 гривен сейчас отдам. За 10. Ну, за 10. Для закупки. Ну, за 15 давай. За 13. За 13? Да. Ну, уже же за 15. Бо бы ехал сдалеку. Может, другу возьмете? Не, не, не. Тогда за 25 отдам. Чтобы уже не стоять был. За 22. Попросили продать. За 22. За 22. За 22. За 22. За 22. Два за 22? Да. Полтора кило селедки ушло у меня за час. Документов так никто и не попросил. А продавцы еще и поторговать помогали. Да, вы же походите в лоб. За 22. Несмотря на то, что моя селедка была хорошей и купил я ее в супермаркете, деньги своим клиентам вернул. Красавчик. А я тем временем еду на другой рынок. У вас свой посол какой-то, да? Не, не свой. Мы берем на фирме. А, у вас заводской, да? Ну, у нас на цехах тоже высаливали. Не, мы берем у нас на работу. Это идет, короче говоря, это на вишневом фирме. Но вы технологии посола не знаете, ничего? Да. Технологии посола я не знаю. Я не вникаю. Как это вы не вникаете? Иду к другому потенциальному коллеге, а он туда же. Сами... Мы сами. Вы не сами, смотрите? Вы покупаете, берете под реализацию, да? Да. А что это за технология посола? Ну? А что это за технология посола? Все с ними. Как же вы трогаете, не знаете? Я не слабо... Слабо соленая. Слабо соленая. То, что она слабо соленая, я понял. Но вы-то должны знать, чем торгуете. Начинаю понимать, из-за чего Наташа попала в больницу. Я не знаю. Лично я убедился, чтобы не дай бог не отравиться, лучше засаливать рыбешку дома. Чтобы самостоятельно засолить рыбу в домашних условиях, хватит простого набора кухонных специй. Сам процесс, в принципе, не сложный. Главное, не переборщить с количеством приправ. Начнем мы с вами, наверное, со скумбрии. Мы берем теплую воду. На одну скумбрию нам будет достаточно литра воды. На это количество воды нам нужно от 150 до 200 грамм соли. Когда соль растворилась, добавляем лавровый лист и... Мы будем добавлять большое количество пряностей. Начиная от зерен горчицы и заканчивая гвоздикой. Это душистый перец, это черный перец горошек, гвоздика, кориандр. Вот это все мы сейчас добавляем сюда. Чтобы понять, правильно ли вы сделали маринад, вам понадобится сырое яйцо. Его прямо вот так вот помыть и прямо сюда бросить. Если оно всплывет, значит у нас маринад нужной консистенции. Внимание, проверяем качество маринада. Ой. Вот, видите, оно всплыло. Маринад в порядке. Опускаем туда нашу рыбку и на сутки оставляем в темном прохладном месте. А потом достаете ее, обмываете адресула и подаете на стол. Таким же способом можно засолить и селедку. А вот с карпом все немного сложнее. Нарезаем его полосками, выкладываем на тарелку, засыпаем солью каждый кусочек и оставляем на 6 часов. Сейчас мы должны его отмыть от соли, затем на час опустить в, опять-таки в маринад, наверное, это можно назвать, вода с уксусом, для того, чтобы из него окончательно вышла кровь. У нас здесь приблизительно 250, нет, где-то грамм 150 воды и вот 150 грамм уксуса. На часик оставляем. Рыбка должна побелеть. И, наконец, последняя стадия приготовления нашего карпа. Добавляем мелко нарезанный лук, перец и зерна горчицы по вкусу. Заливаем растительным маслом и оставляем на 2 часа. Готово! Теперь можете смело подавать вашу засоленную рыбу к столу. Вкусно, а главное – безопасно. Перейду-ка я и сам на натуральную засолку. Знаю место, где найдется все. Николь Кидман после уколов ботекса стала выглядеть, как ее собственная восковая фигура в музее Мадам Тюсо, если не хуже. Но, несмотря на то, что на лице актрисы не шевелится ни один мускул, от инъекции она отказываться не собирается. Омоложение лица – самая популярная тема и в Европе, и в Украине. Я думаю, что это неспроста, ведь остальные части тела мы можем спрятать под одеждой. Но как омолодиться, чтобы не стать похожей на вот такую вот восковую фигуру? И от каких инъекций можно потерять зрение? Расследование провела Катя Павлюченко. Свей диплом косметолога я здобула, навчаючись, якщо это можно так назвать, дистанционно, с помощью вот этого сайта. Даже в ухо можно научиться приколивать заочно. Усего лишь за 250 гривен. Мене цікавить обучение мезотерапии. 460 гривен. Придбати. Отримаю ось такую чаревную папочку. З брошюрками, DVD-диском та розстинками на косметику. И, главное, сертификатом косметолога. На сайте работы находишь сотни вакансий на посаду косметолога. Прямую на співвеседу до первого ліпшего салону. Я пока подъехала, девочка мне показала кабинет, мне, в принципе, он устраивает. Від початку я була переконана, на співвеседі доведеться вражати знаннями, демонструвати сертифікати. Зовсім ні. Без жодного запитання мені погодились давати в аренду цей кабінет за скромну плату 150 гривень на добу. Та калічити людей. А що для сотрудничества необхідно? Тобто, оплата? Тобто, все время за день. А на косметики? Тільки на вашій можна роботи? Тільки на вашій можна роботи? Тобто, на вашій. А сертифікатом можна буде, да, за штуком місяця? Конечно, можна буде. Все, спасибо вам огромное. Давайте, когда я вас уже наберу, там, і завтра уже как-то подъеду, наверное, да? Чтобы устроиться в салон, надо иметь медобразование? Нужно иметь высшее медицинское образование і быть врачом-дерматоминерологом. В инакшему випадку процедура замолодження може стати останньою річчю, що пацієнт встигне зробити в своєму житті. Чоловік може просто умереться? Просто умереться. Часто ревіталізанти бувають з комплексом, з вітаминами, мікроелементами, амінокислотами, то на вітаміни, як ви знаєте, бувають алергічні реакції. Начинається отек, починається покраснення, починається волдарівок, як храпіва. Ні врач взагалі може не справитися. Це гормони, це адреналин, це достатньо серйозні препарати. Їх можна вводити немедленно, тому що ми не завжди можемо дождатися, коли скорість. Якщо вам неправильно вколять ботокси? Може бути двоєння. А двоєння – це як? Двоєння в глазах диспорт, либо ботокс. Действують полгода. Тобто, якщо ви нічого не робите, течіння полугода буде це тракт. Тобто, полгода буде двоїться в глазах? Є зони дуже опасні, якщо вводиться препарат, неправильно вводиться. В цю зону, к сожалению, може бути великий некроз. Тобто, кожа омертвєває. І це дуже важливе осложнення, тому що тут потрібна буде і пересадка, і кожа, і всього. Особливо, якщо вводити препарати непонятного качісту. Щоб не стати героєм подібної історії, переконливо раджу. Не соромтесь перевіряти у косметолога-диплом медика. Ще не менш важливим моментом є ціна. Якщо якась процедура у десяти салонах коштує 500 гривень, а ви знайшли подібну у підвалчику за сотку, краще не ведіться. Це дуже великий різ. Чимало українців знайомі з ось такими звабливими оголошеннями. Знижка до двох тисяч гривень. Процедура гіолонопластики обличчя коштує усьому лише 189 гривень. Вирушаю на перевірку. А як вона буде ділася? У нас є сама посередня флорумка, вигляється. Вигляється лазерним апаратом. А можна посередня їх пізьмо? Так. Зрозумівши, що я ставлю занадто багато питань, косметолог вирішила щиросердно зізнатись. Дана процедура – звичайний розвод. Попросите, я був потребитель, я маю право поінтересоватися. Якщо вона стоїть 189, то місце 2 тисячі, що я просто не переживаю. Ну, в першу чергу, ви вже маєте задуматися, що тут що-то є, якось. Тобло, так? Тож подивіться на баночку, з якої у вас щось вколюють. Причому не тільки для того, щоб помітити строк придатності. Увага! Не дозволяєте доколювати у себе прибарат за півпорожнього шприцю чи баночки. Слышав отзыви від клієнтів, коли одним шприцом гіалуронової кислоти колю двох-трих пацієнтів. Запросто можна отримати кількість ослаження, як гепатії. Ну, а прямо зараз я допоможу вам дізнатися, як омолодобіся в ваш коди для здоров'я та зовнішності. Почнемо з ботоксу. Нічого краще ботоксу не справляється з мимічними морщинами. Ми не можемо нічим іншим їх блокувати. В Америці вже навіть влаштовують вечірки ботоксу, під час яких дамам у вечірніх сукнях вколюють ін'єкції краси зі знижкою та вербують долав своїх клієнтів. При цьому мало хто з американок, так само як із українок, знає, насправді ботокс виробляється з ботулотоксину, який в свою чергу є дуже сильною отрутою. Чрезмерне употреблення ботулотоксину визиває скеліотичне образування сосудів головного мозку. Порщини, якщо вони достатньо глибокі і одного ботокса недостатньо, щоб вони розладилися, їх треба заполняти філерами на основі галуронової кислоти. Що ж стосується галуронової кислоти, це також непоганий засіб, якщо колоти його у потрібні місця. Це ж носогубна складка, яка, не здається на все лице, просто заполняється. І при цьому біляжі лице дуже некрасиво. От коли сюди ставиться, і ось воно так відвігається в передній частині. Шаленою популярністю користуються зараз мезонитки, які вояться під шкіру, вони розгладжують мочки та підтягують обличчя дешево і сердино. Це вирішні нити, які ми шують людей після операції? Так, це нити, які ми шують людей після операції. Але майже усі професійні косметологи дуже негативно до цього ставляться. Ми можемо отримати рубцевання або нагноєння. Були такі пацієнти, які приходять, і в них прямо хамки, вплотнення прощупниться, просто встановлюється. Після цього зробити пластичну операцію, потяжку кожу буде дуже складною, або, скоріше, нережно. Мені, дуже добре, в старшому витроці, це послідки 10 років. Після тривалих допитів, які я влаштовувала лікарям-косметологам, можу вас з упевненістю переконати. Починати робити всі щойно почуті процедури з 18 років, як мінімум, смішно. З 18 років можна, це не слишком рановало? Ні, все-таки, мабуть, більше, десь в 35. В 35? В 35 плюс, думаю. Найрадикальніше лазерне омолодження. Ого! Вот, лучи. Ми получаємо микро-повреждення кожи. На коже ми будемо имати покраснення, небольшой отек. Покраснення пройдет через несколько часов. Отек може дружатся сутки-двое. А после этого ми будемо получати стойкий эффект мозорня. Эффект есть уже после первой процедуры. Двинулся! А якщо не дай бог в глазу? Можна получить ожог. Для любителів холоду можу порадити кріодеструкцію на основі азоту. На відміну від попередньої процедури, тут працює не жар, а холод. Работає на омоложенні кожи. Не має часу року. Для всіх типу кожа ця процедура підходить, так? Совершенно верно. Чого стоит бояться при неправильному обращенні з азотом? Азот, на самом деле, це дуже опасна жидкость, яка може обжечь. Тобто, во время процедури дуже важливо, щоб рука не дрогнула, так? Також непоганою альтернативною уколом можуть бути звичайні масажі або апарати. Наприклад, популярний останнім частом ЛПГ. Він працює на стимуляцію мишць, кровообращення улучається, лімфодренаж відбувається. Для достиження інфекту достатньо 8-10 процедур. Фахівці з герудотерапії переконують, п'явки також можуть допомогти досить ефективно омолодитись. На ліць не ставиться, ставиться за ушки. Вони улучшують цвіт ліця, вони улучшують тонус ліця. Є одна з теорій старення, що це нарушена мікроцеркуляція, гіпоксія ткані. Вони допомагають боротися з гіпоксією. Взагалі, історія примінення п'явок більше трьох тисяч років. Є легенда, що царі циклеопатра, яка була страшно красива, то, що вона їх себе ставила, і от вилечилася в безплоді. Ну і наостанок справжня сенсація. Так, ось молодець. Не повірите, але з допомогою ось такого елементарного тренінгу під назвою фейсфілдинг, лише за півтори місяці можна і скули накачати, і лоб розгладити, і назавжди розпрощатись із другим підборіддям. Щоби ось цього не було, треба робити упражнення язиком. Язик прижимаємо до ньому. Попробуємо накачати лоб. Клас. Ложимо ручки, піднімаємо бровки вверх. Тут ручки у нас виполняють роль гірі. Є у нас ще така проблема з возрастом, от така поперечна складка. І теж можна накачати, закачати. Ложимо руки домиком і піднімаємо цю серединку. Тож, як бачите, ваша молодість і краса може не залежати від купи грошей та розрекламованих процедур. Для чудового ефекту іноді достатньо просто бажання та винахідливості. Дякую за перегляд!